В архаичных обществах проблемы сложнее. До сих пор, когда космические корабли уже давно борозят всё, чтобы раздиться, во многих общинах сложно себе представить, чтобы барышня, например, вышла замуж по собственной воле. Или вообще считается допустимым просто убить женщину, если считается, что она полюбила не того, и тем порочит традиции. Тем дороже, когда женщины находят себя и возможность отстоять своё достоинство и самостоятельность. Красавица Арчена ничего тяжелее короны на своей голове не носила. Награда весом в килограмм досталась за победу в конкурсе «Миссис Индия-2016». Впервые звание самой красивой замужней индианки получила жена иностранца, русского писателя Александра по прозвищу Махараджа. Она родилась в семье браминов-богослужителей. В 15 лет родители выбрали ей мужа. Всё изменил фильм «Титаник». Девушка посмотрела любовную драму и убежала из дома на поиски своего Ди Каприо. Я не принадлежу к традиционному индийскому обществу. В 17 лет я оставила семью, вырвалась на свободу. Я всегда считала себя вольной птицей. Но встреча с моим будущим мужем показала – индийская ментальность сидит во мне очень крепко. Мне понадобилось 4 года, чтобы преодолеть себя и принять европейский стиль отношений мужчины и женщины. Это нелёгкая трансформация моего сознания была бы невозможна без любви. На этих фото красивая история любви Арчена и Александра. Они встретились в штате Гоа 8 лет назад. Оформление свидетельства о браке заняло почти 2 года. Для индианки выйти замуж по любви без согласия родителей, да ещё и за иностранца невероятно сложно. Арчена, она для Индии такая, Жанна Дарк. Она революционерка, она боец. Её родственники рекомендовали отцу. Один там рекомендовал её просто убить. Другой говорил, что неплохо бы её скрутить, отвезти в деревню и женить на каком-нибудь олухе из браминского рода. Мы поздравляем дам, пусть и с опозданием. Ну, такое у нас расписание с 8 марта. Только рядом с вами мы можем почувствовать себя настоящими махараджами. Это было Международное обозрение. Я Евгений Примаков. Всего вам доброго и удачи.